Ребята, всем привет! Ну, мы с вами продолжаем разбирать учебник Starlight за седьмой класс и переходим ко второму модулю под буковкой D Everyday English – повседневный английский. Итак, давайте посмотрим на первое задание. Expressing opinions – выражаем мнение. Listen and say, which type of performance did you last see? Did you enjoy it? Tell the class. Послушайте и скажите, какой вид представления вы видели в последний раз. Вам оно понравилось? Расскажите классу. И, ребята, вы можете сказать, что я, например, видела балет «Лебединое озеро», мне оно очень понравилось. I saw a ballet. Я видела балет. Swan Lake. It was called Swan Lake. Он назывался «Лебединое озеро». I enjoyed it very much. Да, я очень сильно… мне он очень сильно понравился. Enjoyed в прошедшем времени. Итак, ребята, задание второе. Listen and say. Послушайте и скажите. Which sentences? Ask for an opinion. Express a positive opinion. Express a negative opinion. Послушайте и скажите. Какие предложения спрашивают мнение? Выражают положительное мнение или негативное и отрицательное мнение? Итак, what was it like? То есть, как оно было? То есть, и, ребята, это, конечно же, выражение. Мы ask for an opinion, да? Мы спрашиваем мнение. It was fantastic. Это было фантастично. Это a positive opinion. Позитивное мнение. The dancers were amazing. Значит, танцоры были восхитительны. Это тоже a positive opinion. Позитивное мнение. Did you enjoy it? То есть, тебе это понравилось? И, ребята, это ask for an opinion. Далее, not really. На самом деле нет. И not really – это у нас negative opinion. И далее, it was nothing special. Ничего особого. И это тоже a negative opinion. Отрицательное мнение. И, ребята, давайте перейдем с вами к заданию под буковкой B. What did Julie and Mark do on Saturday? Did they like it? Listen and read the dialogue to find out. Итак, что Джулия и Марк делали в субботу? Им это понравилось? Послушайте и прочитайте диалог, чтобы выяснить. Ну, ребята, давайте попробуем перевести и прочитать диалог. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно не забывайте подписываться на канал, чтобы не потеряться. И, если мои видео вам помогают, обязательно не пожалеете, поставьте лайк. И поделитесь видео с друзьями. Итак, hi, Julie, it's Mark. I tried calling you on Saturday night, but you didn't answer your phone. Итак, привет, Джулия, это Марк. Я пытался позвонить тебе в субботу вечером. Night – это иногда имеется в виду поздний вечер, не всегда это ночь. Да, то есть Saturday night – это субботний вечер. Есть такая известная английская передача. Но, итак, я пытался позвонить тебе в субботу вечером, но ты не отвечала на телефон. Oh, hi, Mark. Yes, sorry. I was at the ballet. А, привет, Марк. Да, извини, я была на балете. Really? What was it like? Действительно? Ну, и какой он был как? То есть. It was fantastic. The dances were amazing. What did you do on Saturday? Он был фантастичным. Танцоры были восхитительны. А что ты делал в субботу? Oh, I just stayed home with my brother, and we watched a film on TV. Я просто был дома, оставался дома с моим братом, и мы смотрели фильм по телевизору. Did you enjoy it? Тебе он понравился? Not really. It was nothing special. Нет. На самом деле нет. Нет, ничего особого. Listen, do you want to go for a walk later? Послушай, ты хочешь пойти позднее на... погулять? Sure, конечно. Окей, ребята, вот такой у нас диалог, да? Значит, what did Julie and Mark do on Saturday? Что они делали? Julie was... Где? She was at the ballet. Она была в балете. And Mark stayed at home and watched. a film on TV, да? И Mark оставался дома и смотрел фильм по телевизору. Did they like it? И мы это понравилось. Julie really liked it, да? Julie действительно это понравилось. But Mark didn't really like it. Но Mark на самом деле не очень понравилось. Окей, ребята, и давайте перейдем к следующему заданию. Find sentences in the dialogue which mean? Найдите предложения в диалоге, которые означают Of course, конечно. What did you think of it? Что ты об этом думаешь? Did you have a good time? Ты хорошо провел время. It wasn't great. Это было невеликолепно. Итак, Of course, ребята, это, конечно же, Sure. Конечно. Sure. Of course. Sure. А далее, что ты думаешь об этом? What did you think of it? What was it like? What was it like? Далее. Did you have a good time? Ты хорошо провел время. Did you enjoy it? Did you enjoy it? И, ребята, It wasn't great. It wasn't great. Вот у нас будет It was nothing special. Nothing special. Окей, ребята, И давайте перейдем К следующему заданию, Четвертому. Intonation. Интонация. Expressing feelings. Выражаем чувства. Так, ребята, И давайте, Прежде чем мы с вами Перейдем к интонации, Мы с вами еще Прочитаем Под цифркой 1 На 2-3 Ну, Под картинками Название Всякого рода Перформансов Итак, An opera Opera A musical Musical A ballet Буква Т в конце Не произносится Ballet A ballet Балет A play Какая-то постановка A pop Rock Concert Pop То есть Концерт поп-музыки Или рок-музыки A classical music concert Концерт классической музыки Итак, ребята, Listen and say Послушайте И Скажите Really Действительно То есть Когда мы Произносим слово Really С повышающейся Интонацией Мы выражаем Interest Интерес Surprise Surprise Или Enthusiasm Или Enthusiasm Далее Когда мы Произносим Really С понижающей Информацией То мы выражаем Disbelief Anurance То есть Недоверие Какое-то Или Раздражение Окей, ребята И перейдем К заданию Под буковкой B Now Listen and Tick Послушайте И Отметьте The adjective That best Describe Each speaker's Feeling То есть Послушайте И отметьте Прилагательное Которое Лучше всего Описывает Чувство Говорящего Из Each speaker's Intonation Rising Falling Интонация Каждого Говорящего Восходящее Или падающее Listen again And say Послушайте Снова И скажите Итак, ребята Первое I don't believe it Я не могу В это поверить И интонация У нас Под буковкой A То есть Она падающая И это Anoid Говорящий У нас Раздражен Далее What's the problem? В чем проблема? Это интерес И тоже у нас Ответ Под буковкой A Говорящий Заинтересован И интонация У нас Повышающая Далее Sure Это у нас Disbelieving Ответ Под буковкой B Недоверие И интонация Падает No way И no way Это у нас Surprised Удивление Интонация Получается Ответ Под буковкой A То есть Первое Второе Это буковки A Третья Буковка B И четвертая Буковка A Итак, ребята Перейдем К пятому Заданию Imagine You saw A performance Last Saturday And your partner Is asking You about it Вообразите Что вы смотрели Представление В прошлую Какую-то Performance В прошлую Субботу И ваш партнер Спрашивает Вас О нем Use the sentences In exercise To act out Your dialogue Используйте Предложение В упражнении 2 Под буковкой A Чтобы разыграть Диалог Follow the diagram Следуйте Диаграммы Итак A B Say who it is Explain You tried calling On Saturday То есть Скажите Кто это И объясните Что вы звонили В субботу Далее А То есть Ваш партнер Он должен что-то сделать Greet A And say where you were Поприветствуйте Говорящего Под буковкой A И скажите Где вы были Да Но все по диалогу Например Hi Alex I tried calling you On Saturday night But you didn't answer For Например Oh hi Например Hi Masha Yes sorry I was At Например Где вы были На рок-концерте Да Или Например В опере Или На представлении Выбирайте любое Да Например A pop concert На концерте Поп-музыки Далее Вы Express surprise And ask B What was it like Выразите удивление И спросите Говорящего Под буковкой B Как все прошло То есть Really What was it like Или Вы можете заменить What was it like На выражение What did you think of it Далее Give your opinion And ask What A did on Saturday Выразите свое мнение И спросите Что говорящий Под буковкой A Делал в субботу То есть Вы можете сказать Например It was really interesting Это было интересно It was Например Amazing It was fantastic The musician Played really good Музыканты играли Очень хорошо Ну или там Я не знаю The singer Was amazing Певец был Восхитительный Далее What did you do On Saturday Что ты делал В субботу Далее Ребята Значит Итак Ребята Ну Вы говорите Say what You did Говорите Что делали В субботу Например Вы можете сказать Oh I just stayed at home Или I just went to visit my friend Навещал друга И так далее Да Reply То есть Ответьте Да Suggest doing something later Предложите что-то поделать Позднее Ну Вы можете Например Сказать То же самое Все по диалогу Да А нет Ребята Извините Значит Вы сказали Что вы делали Дальше Говорящий под буквкой B Говорит Спрашивает Ask if A enjoyed What she He did Понравилось ли Говорящему под буквкой A То что он делал Ну Просто Did you enjoy it Did you enjoy it Или Можете сказать Did you have a good Did you have a good time Did you have a good time Да Ну Вы отвечаете Да Например Oh yes Или Not really И Suggest doing something later Предложите позднее Что-то поделать Why not go shopping Например In the afternoon Почему бы не пойти Магазином после обеда И согласитесь Sure Sure Или of course Of course Ребята На этом все Обязательно подписывайтесь Не теряйтесь Тем счастливой Удачки вам Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok